Спасибо, Ольга. Мне очень хочется приехать в нашу замечательную эстафету. Друзья, коллеги, всем добрый день. И, пользуясь случаем, хочу с вами неформально поздороваться. Всем привет. И очень здорово, что мы здесь собрались в этот прекрасный, солнечный, июльский, погожий день. И, конечно, замечательно, что к нам из холодной Швеции приехал наш замечательный учет и Ларс Бунер Ларс. Ларс уже второй раз приезжает в Россию за последние три месяца, и, конечно, это не случайно. Как Ольга уже сказала, совсем недавно он был удостоен Международной энергетической премии «Глобальная энергия», которую он получил 23 мая в Санкт-Петербурге. Хотела немножко рассказать о том, что же такое, что это за замечательный такой интересный международный проект, который существует в выдающейся энергетической державе России. Премия «Глобальная энергия» была утверждена в 2002 году по инициативе самых известных российских ученых, и ее поддержал президент России. И с тех пор, с 2003 года премия вручается ежегодно. Глобальная премия, кстати, может стать гражданин абсолютно любого государства мира. Премия вручается за выдающиеся научно-технические разработки в области энергетики, причем не просто разработки, а какие-то те вещи, которые действительно смогли уручить жизнь людей на всей планете. Некоторые журналисты премию называют российским Нобелем. Мы это название не очень любим, потому что мы самостоятельный проект, но, тем не менее, это говорит о том, что за эти 12 лет мы действительно достигли какого-то результата. Сейчас мы гордимся 31 лауреатом из 10 стран мира и 11 лауреатов как раз-таки Ларс Гуннер Ларсон. О своей секс-стории Ларс, конечно, лучше всего расскажет сам. А кто хочет больше узнать о наших лауреатах, о нашем проекте, о наших программах, добро пожаловать на наш сайт. Адрес сайта www.globalangprice.org. Всем отличного дня, хорошего форсажа, и я очень рада передать слово Ларсу Гуннеру Ларсону. Ларс, спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу сначала сказать по-русски. Нет по-русски. Это очень трудно. Нет. Швеция тоже. Итак, я приветствую вас. Прежде всего, я хотел бы измениться. По-русски очень трудно будет говорить. Мы поняли. Сегодня я расскажу вам о развитии атомной энергетики. Следующий слайд. Прежде всего, я хотел поблагодарить за предоставленную возможность выступить перед таким большим количеством молодых учетов и инженеров. И я расскажу об этом немножко подробнее позже. И почему я так рад эти возможности. Организаторы моего выступления просили меня добавить два аспекта. А именно рассказать о том, что я делаю, чем я занимаюсь в профессиональном плане. И также о моем сотрудничестве с российской стороной, с российским путем. Здесь вы видите весь моего карьерного пути. Я не буду рассказывать о них подробно, о каждом из пунктов. Но, тем не менее, периодически какие-то моменты будут всплывать по ходу моей презентации. Когда я делаю эту лизу, выглядит, как будто один путь приходит логично, а потом на другой. В самом деле, это не просто возможности. И возможности пришли, и я их взял. На самом деле, глядя на этот перечень, может показаться, что все довольно логично быстро. Шаг за шагом. Один за другим. Но, тем не менее, это не так. Появлялись возможности. Я просто хватался за них. Я реализовывал. И, собственно, это я как раз хочу попросить. Я ждаю, что вы сделаете в свою очередь. Вы пойдете таким же путем. Появляются возможности. Хватайтесь. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, здесь есть табель контента. Итак, о чем я буду говорить. Я расскажу о моем карьерном пути, как я пришел в атомную отрасль. Я расскажу о том, чем я занимался в отрасли, о моем сотрудничестве с российскими коллегами и о развитии атомной энергетики. Итак, мой путь в атомную энергетику. Я вырос на юге Швеции. И мои родители, учителя очень стимулировали и поощряли мои учебные и академические начинания в СПИ. Также важно упомянуть, что в школу я пошел как раз по завершении Второй мировой войны. И на самом деле этот период отвечал с тем, что у нас был определенный оптимизм, что жизнь станет лучше, что будущее будет более ярким. И естественные науки должны были как раз стать частью того достающего элемента, который должен сделать жизнь лучше. Сейчас, вспоминая о своем прошлом, мне на ум приходят два учителя, два моих преподавателя, которые действительно вдохновили меня. И как раз очень уместно поговорить о них здесь, в России. Я вспоминаю, что одна из моих первых экспериментов в СПИ было, когда мой учитель писал мне о Менделееве и его периодическом системе. И я вспоминаю, в качестве одного из моих первых моментов, которые поздравили меня в контексте изучения естественных наук, это тот час, когда мой первый учитель рассказал мне о периодической таблице Менделеева. На самом деле фантастичным была даже метастую метафору, которую Менделеев признал всему миру. А то, что он предсказал даже некоторые элементы, которые на тот момент не были обнаружены, но тем не менее он уже их увидел. И другая века, 1957 год. В этот момент я уже начал подумать, каким путем мне идти дальше. Вы в России, в Советском Союзе, совершили кое-что великолепное. У меня был один преподаватель, который действительно заинтересовался авиакосмической отраслью. А вы понимаете, что как раз в тот момент нам, ученым, открылся космос. И это была целая новая вселенная, которую можно было изучать и целое новое направление работы. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом, а я сказал, что нет, буду заниматься естественной наукой. Я никогда не жаловала бы эту decisión. И я принял решение начать изучение технической физики в университете Чалмеса. Следующий слайд, пожалуйста. В Чалмесе я встретил очень впечатляющего ученого, профессора Нильс-Георган Шерстранд, который был профессор реактор физики. В Чалмесе я познакомился с профессором Нильсом Георган Шерстрандом, и он занимался физикой реакторов. Действительно великолепный человек. Он был одним из первых ученых, работавшим по направлению физики реактора. Ему принадлежит авторство разработки методики относительного расширения для измерения реактивности с помощью пульсирующих нейтронов. И также он предоставил теоретическое основание, но именно, для измерения реактивного охлаждения. И затем он также, по сути, три года назад получил премию имени Виклера за достижение в сфере физики реактивности. Следующий слайд, пожалуйста. Вот он. К сожалению, три месяца назад он закончился, и я не мог поделиться с ним радостью о том, что я получил премию «Глобальная энергия», будучи его последовательным учеником. Я уверен, что он бы гордился своим учеником. Следующий слайд, пожалуйста. Это мой академический работ. Я получил мастер в инженерном отделе технической физики, и доктор в технологии и реактивной физике. Итак, вот моя учебная карьера. Сначала магистратура по инженерному делу технической физики в Чалкерсе, а потом я получил докторскую степень в сфере технологических наук по физике реактивности. И профессор Сёстер хотел, чтобы я продолжил научно-исследовательскую деятельность в сфере психи-реактивности. Он меня очень впечатлил, но я был более интересен в создании моего знания в реактивность. Конечно же, он действительно был вдохновляющим преподавателем, и он ждал от меня многого. Но я хотел применять мои теоретические знания на практике. Когда я вспоминаю, многие из моих коллегов в технической физике стали профессорами в различных университетах в Свеции, и также в сооружении. Но если есть что-то, о чем я не помню, то это именно то, что я вижу сейчас, что взаимодействие между молодыми студентами. Я думаю, что я не забыл, и поэтому я очень благодарю вас, чтобы приехать и увидеть вас. И когда я уже оценивал и рассматривал карьерные достижения, и вообще карьерный путь моих коллег, с которыми я учился, они все стали профессорами, они все работали в университетах. Единственное, о чем я жрел, когда забросил и оставил свой академический карьерный путь, это то, что они общались с молодыми студентами. И сейчас, стоя перед вами, я вижу, как мне этого действительно хватает. Итак, я принял решение начать работать в Швеции уже на практическом уровне. Сейчас я расскажу вам о моей работе в атомной энергетике. Моя первая работа и мой первый проект, это был реактор в станции на 50 мегаватт, где, собственно, проводилось тестирование материалов. Итак, так как на данном реакторе производилось тестирование материалов, я как раз мог применять на практике мои теоретические познания сфере физик-реакторов. Но здесь был еще один важный момент, а именно, мне нужно было сотрудничать, причем тесно, с операторами, с эксплуатирующей стороной реактора. И, конечно же, я довольно серьезно с ними работал, но, тем не менее, первоначально, когда я пришел, их отношение ко мне было такое. Помни, что 10 лет мы уже работаем с этой установкой, и мы кое-что запонимали. Но, тем не менее, я уважал их довольно серьезно. И они, в свою очередь, тоже ценили мои познания в сфере физики реакторов. И это, как раз, связано с тем, чем вы занимаетесь, о чем вы говорите, а именно, создание команды. И я полагаю, что я действительно смог научиться колоссальным вещам за довольно короткое время. Именно в процессе сотрудничества с операторами данного реактора. И даже на сегодняшний момент я действительно испытываю серьезное уважение по отношению к операторам реактора. Даже могу, в принципе, глядя на работу того или иного оператора, понять, насколько он хорош в своем деле. Затем, в рамках построения моей карьеры, я начал работать на американскую компанию Westinghouse, где мы реализовывали проект по строительству энергоблоков АЭС Ринг-Хальс, а не второго, третьего и четверого. Я был проектным инженером, я отвечал за вопросы лицензирования, за вопросы ядерного топлива и за пусто-наладочные работы. И на этом проекте я как раз получил опыт участия и работы в международном проекте. В данном проекте было задействовано представители 20 стран, и это действительно был колоссальный опыт. Ну, затем работа была сделана, и мне нужно было двигаться дальше. Поработав с американцами, я заинтересовался, а что это такое у них там у американцев происходит в зоокеанах. И так, в начале 70-х годов читаю я газету и вижу там объявление, что Министерство иностранных дел ищет советника, свое посольство США, но вопросом научно-технического сотрудничества. Я попросил и был счастлив, чтобы получить работу. Я кликнулся на эту вакансию и получил предложение. И также, может быть, есть какая-то рефлексия на это для молодых людей. Это было очень хорошо для моей семьи. У нас было два парня, моя жена и я, и они были 9 и 11 лет, когда мы переехали. Это прекрасный момент для молодых, чтобы участвовать английский. И на самом деле, я считаю, это тоже для вас очень интересный момент. Это не только данный шаг, не только для карьерного развития, но и для семьи. Моя жена, мы с женой, у нас были два ребенка, два мальчика, 9 и 11 лет. И когда мы переехали в США, это был прекрасный способ для них улучшить свой английский. И, конечно же, это прекрасный опыт проживания в новых стране. И так, что касается возможностей и умения хвататься за эти возможности. После того, как я проработал должность в США в течение полугода, случилась авария. А именно, катастрофа на АЭС и Майл-Айленд. И, конечно же, еще раз возвращаясь к моменту о том, что важно использовать возможности. Когда произошла эта катастрофа, среди дипломатического корпуса и сотрудников дипкорпуса, я был единственным ученым, единственным человеком, который понимал все тонкие нюансы конструкции и проекта АЭС. Где какой-то клапан, где какой-то опробовал, где конкурс. И, конечно же, я использовал полные мои профессиональные знания. Я общался с политиками, с журналистами, с дипломатами. Особенно, я хочу сказать, довольно серьезным направлением работы является сотрудничество и общение с журналистами. Попробуйте это в своей шпуре. Вы поймете, о чем я говорю. Затем я вернулся в Швецию, в шведскую организацию в сфере ямерного регулирования, СКАИ. Я занимал должность заместителя генерального директора и возглавлял службу инспекции объекта в атомной энергетике. Это был очень интересный опыт для меня, потому что я оказался по другую сторону баррикады, а именно по стороне регуляторов. Мне на самом деле понравился этот опыт, но тем не менее, я все-таки представлял отрасль и видел себя в отрасли. Поэтому я вернулся на другую сторону. И я занял должность вице-президента, который курировал политику в сфере энергетики и охраны окружающей среды для промышленных предприятий Швеции, Федерации промышленных Швеции. Я пытался разобраться в политике. И мы разработали первую отраслевую комплексную политику в сфере охраны окружающей среды. Я сейчас расскажу о моем опыте работы в странах со странами Восточной Европы. С 1997-го по 2000-й год я занимал должность директора капотами и ядерной безопасности в Европейском банке реконструкции и развития Лондона. С 2000-го по 2005-й год я занимал должность директора и кричал за шведское двустороннее сотрудничество области ядерной безопасности в утилизации ядерных отходов в стране Восточной Европе. И с 2005-го года я занимал должность члена Караевской шведской академии инженерных наук. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, организаторы, перед тем, как я собирался выставить с дамы на глаз, просили меня поделиться о том, какие мои ощущения. В частности, ощущения о моей карьере. Конечно же, очень трудно объективно отрываться о себе, о своем карьерном пути, но я попытаюсь. Итак, прежде всего это фундаментальные научные знания. И, конечно же, мы пытались, я пытался использовать данные фундаментальные знания на практическом уровне. Я уже рассказал вам о своем опыте сотрудничества с операторами реактора. И на АЭС Рингхаймс я получил опыт международной проектной работы. И, в целом, я бы сказал, что я использовал интеракцию между теорией и аппликацией. Хотел бы резюмировать. В течение моего карьерного пути я наблюдал переплетение теоретической составляющей и практического применения тех или иных навыков. И также хотелось сказать, что я родился действительно с истинным, с врожденным любопытством. И, конечно же, я никогда не боялся. У меня не было страха перед неизведанным. Поэтому я никогда не испытывал страха перед тестированием топливных барабанов и каких-то определенных психологических установок. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это часть моей презентации, самая трудная. Я пытался взять какие-то генюальные опыты и пытался их в работу. Очень трудно было взять действительно реальный опыт и реализовать этот реальный опыт сотрудничества, взаимодействия с российскими коллегами на практике. Вот некоторые из моих коллег. Профессор Лени Большов, профессор Гибраев. И, господин Лебедев, директор в Луганской АЭС, главный инженер. И, господин Лебедев, директор в Луганской АЭС, главный инженер. Потому что я встретил так много компетентных людей, как главный инженер в Луганской АЭС. Это очень хорошо. Я, кстати, здесь постоянно упоминаю главных инженеров АЭС. Я вынужден отметить, что главный инженер российских АЭС, они действительно отличаются высокой компетентности. Также я бы хотел отметить господин Сорокин, который был директор Росэнерго АТОМ. Господин Сорокин. Я также хотел о нем упомянуть. Он типический директор компании Росэнерго АТОМ. И также, конечно, академат Ашот Саркисов, с которым я делаю Глобальный Энерий Приз Лауреат в 2014 году. И также Ашот Саркисов. Он тоже лауреат премии «Глобальная энергия» в этом году. Следующий слайд, пожалуйста. Чтобы пытаться узнать, что я хотел сказать, я посмотрел несколько фотографий. Здесь есть одна с Сорокином и Саркисовым. И когда я посмотрел на эти фотографии, я обнаружил, что, что их характеризует, это два вещи. Зачем и интеграция. Итак, здесь вы видите также господина Саркисова на фотографии. И я просто хотел сказать следующее. Что характеризует моих коллег, так это порядочность их знаний. И это очень важно в контексте тем, которые мы будем обсуждать на этой неделе. В частности, ценности. Если бы не было этих ценностей в нашей корпорации, в вашей корпорации, то тогда, конечно же, не было успеха работы. И я хотел поговорить также о неприятных моментах. Конечно же, объем бюрократии и бюрократических припом колоссальный. Но я должен признать, что ситуация выравнивается. Конечно же, бюрократия осталась, но я должен признать, что ситуация выравнивается. Я встречался со многими людьми, которые в России любят печатель и хортистки. Итак, давайте поговорим и поговорим о сегодняшнем вопросе. В следующий раз, пожалуйста. Я говорил, что имитация, чтобы пришли сюда, очень хорошо впечатляет в то, что я испытывал, когда я получил Глобальный Энергию в Санкт-Петербурге на 23 мая этого года. 23 мая в Санкт-Петербурге в этом году мне вручили премию «Глобальная энергия». И мне было очень интересно приехать в Россию для того, чтобы еще раз увидеть эту страну и увидеть все воочию. И я полагаю, также в некоторой слайде, которую вы здесь видите, я продемонстрировал в течение, в процессе своей презентации, презентации лауреата премии «Глобальная энергия» в Санкт-Петербурге. И завершил я эту презентацию в Санкт-Петербурге следующими словами. Я полагаю, что атомная энергетика – это действительно молодая отрасль с большим потенциалом. И я от всего сердца желаю больших успехов, исключенным инженерам из России в достижении и реализации своих инженостей. И я, когда писал эти строки, я не знал, что эти строки будут уместными и для этой аудитории, для вас. Сейчас я вам расскажу о ситуации в сфере атомной энергетики по всему миру. Здесь некоторая слотная информация по реакторам в мире. Самому старому реактору 45 лет. Самые молодые только что пущены в эксплуатацию. Всего 435 реакторов. Итак, атомная ядерная технология – это довольно молодая технология. Почему это молодая технология? Ну, это не потому, что она молодая, чем я. Я родился в 1940 году, и в моем мнении, «Нуклипа» родилась в 2 декабря 1942 года. Итак, технология молодая, как вы видите, я сам родился в 1940 году. Я старший в атомной энергетике и ядерной технологии, которая берет свое начало 2 декабря 1942 года. И, конечно же, более любопытная информация по среднему сроку эксплуатации реакторов. Средний срок эксплуатации – 30 лет. И в этом году в России будет праздновать 60-летний юбилей с вами начало выработки электроэнергии с помощью ядерных технологий. Поэтому системное время данной технологии довольно далеко. Громадный объем инвестиций подразумевает продолжительные сроки и квасправы. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, вы видите здесь, на данном слайде, информацию о значительности точкообразных технологий. Развитие технологий. В 1951 году в США на 30-левые охлаждающие стержни. В 1954-й – Россия, ОВНУС, водоохлаждение на канальный уран-трофитный реактор. В 1956-й – Великобритания, Холлдер Холл. В 1957-й – США, Шиппинг Форн, водо-водяной реактор. Вы видите, конечно же, темп развития отраслевых мощностей. В 1960-й год установлена общая мощность ядерных реакторов – 1 000 мегаватт. В карту 70-х – 1 000 мегаватт. Это был очень быстрый развитие. Рост действительно просто скачкообразный. Может быть, это было слишком быстрым? Возможно, даже слишком. В любом случае, следующий слайд. Когда мы рассматриваем различные типы реакторов, мы видим, что доминируют и превалируют в основном лихтоводные реакторы. Я хотел бы сравнить атомную отрасль с аэронавиационной отраслью. Авиационный инженер Улундберг в 1963 году сказал, что если коммерческая авиакомпания повысили или развили свой бизнес, развивали его и дальше, вам нужно скинуть количество инцидентов. Я хотел бы сравнить с этим. Сегодняшняя опыт – 15 000 реакторий. Мы провели три больших эксцидентов. И, в моем мнении, если нюклея мощность повысит, эксцидент рейт должен уйти. Эксидент рейт должен уйти. И сейчас, согласно моей информации, у нас накоплен в наших отрасль, примерно, 15 000 лет опыта эксплуатации реакторов. И произошло три крупных катастрофы на атомных объектах. По моему разумению, необходимо снизить количество аварий для того, чтобы отрасль успешно развелся. И поэтому необходимо, конечно же, учитывать различные аспекты как технического, так и другого характера для совершенствования работы с данным управлением. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Здесь вы видите этот слайд. На самом деле, он вам всем атаком. Различные поколения. С реакторов технологии от первого до третьего. Три с плюсом за четвертое поколение. Следующий слайд. И если говорить о четвертом поколении реакторов, то можно отметить, что все такие идеи для этого поколения, они были, в принципе, перечислены в учебнике моего профессора, моего наставника, Энни Сестеранда, от 1964 года. Но, как мы уже знаем, мир изменился. Как я уже говорил, учебник 64 года содержал в себе описание всех современных технологий, но они не были реализованы. Так же стоит отметить, что учебник, конечно же, достает информации о регулировании в стране ядерных технологий, утилизации ядерных отходов и об эффективном использовании природных ресурсов. Но, по сути, эстафетная палочка в ваших руках. Вы можете внести в современные учебники какого рода новаторские изменения. Я считаю, что развитие ядерных технологий – это необходимый шаг. Вопросы действительно должны задаваться на следующем уровне. А именно, удастся ли предотвратить новую катастрофу. Другой важный аспект – это серьезная и интересная задача для ученых-инженеров, потому что высокие температуры, серьезные требования к материалам. И, конечно же, данная работа в данном направлении оставляет интересность для молодых специалистов, ученых и инженеров, потому что это ваш карьерный путь, это ваша карьера. И необходимо, чтобы дать принципы устойчивого развития. Требуется ввести расширение ресурсной базы, ввести борьбу с изменением примута, использовать долг живущие отходы из реактора, дипломных нейтронов, качества топлива и снижать жизненный цикл радиоактивных отходов. Не только это должно быть развитие, это должно быть эффективно к политикам и общественным. Необходимо не только развивать ядерные технологии, но и доносить мысль о необходимости развития от политиков и до широкой общественности. Давайте вернемся к моему алмамату. Следующий слайд, пожалуйста. Чалмерс Университет Технологии. Они начали создать стабильный центр нуклеоэнергетики. Итак, твоя алмамата. Типломатический университет Чалмерса. Там был основан центр устойчивой атомной энергетики. Следующий слайд. Университет Чалмерса в рамках данного центра объединили различные направления работы в сфере атомной энергетики. И, конечно же, направления работы включают в себя как фундаментальную физику, так и предкладную физику. И для развития атомной энергетики очень важным аспектом является междициплинарное сотрудничество. Итак, процесс разработки политики. Он тоже важен. К примеру, американское общество механического оборудования и инженеров, которые работают в механическом оборудовании в 2012 году, разработали новую концепцию безопасности. И в данную политику входят определенные изменения, которые регулируют, в частности, которые пересматривают существующую и существовавшую до этого концепцию ядерной безопасности. Проектные решения, они учитывают крайне редко вероятные события. Учтенный ксерийск не ограничивает данную политику, он и норм. Но также превосхищает, превосходит. Я, в принципе, еще не увидел никакой реакции на этот счет, но, возможно, вы сможете ее наблюдать в ближайшем будущем. Итак, последний слайд моей презентации. Ядерная технология – это довольно молодое, серьезно развивающееся направление с большим потенциалом. Это прекрасная возможность лично для вас. Я желаю вам, из-за моего сердца, очень хорошего успеха в вашей жизни. Спасибо большое, Лисе. Спасибо большое, господин Ларсон. А теперь, коллеги, у нас здесь все вопросы и ответы. У нас есть модераторы с микрофонами. Поднимайте, пожалуйста, руки, кто хочет задать свой вопрос господину Ларсон. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Патя Фаликса. Я из Белгорода. 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 Вы говорили про возможности, что стоит за них хвататься. У меня вопрос такой. Какие цели вы ставили перед собой в начале вашего пути? Видели ли перспективы? Насколько было четкое видение себя через 10 лет, ну, может быть, через 5? Была ли какая-то глобальная цель, ну, на всю вашу жизнь, грубо говоря? И что будет надеть? И последнее. Насколько вот это вот видение вас через 10 лет совпало с тем, что на самом деле было? И про движение дальше. Чем оно было обусловлено? Просто природным интересом или все же каким-то глобальным цельным представителем развития и развитие отрасли целей? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это были несколько вопросов, да? Спасибо. Спасибо. Игорь Негода Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Продолжение следует... Прежде всего хотел сказать, что какого-то четкого такого видения у меня на самом деле не было. Я буду делать вот это, вот это для того, чтобы достичь вот этого, вот этого. Просто хотелось сделать какие-то интересные вещи, и чтобы мои познания, мои устремления находили практическое применение. Но нашей ошибкой в те годы было то, что мы слишком сильно уверовали в технологии. Технологии для нас были превыше всего. И мы действительно не воспринимали критику по поводу технологий, какие-то опасения, страхи, и мы верили. Вот технология, она сможет все. А на самом деле, вот когда возвращаешься к тому, о чем мы говорили, поколение реакторов 3+, там многие вещи были учтены, а именно многие какие-то опасения, многие какие-то опасные моменты. И мы должны были на них больше и больше обращать внимание. А тем не менее, мы постоянно смотрели вперед, двигались вперед. И фактически я хотел бы сказать, что основным движущим фактором в моей работе было любопытство. Мне просто хотелось, чтобы мне работа моя нравилась. Мне она нравилась действительно. И там для меня, и там для нас серьезно. На самом деле, у меня большое удовольствие приехать к вам встретиться с вами, поговорить с вами. Спасибо большое. Еще вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос более личный. Скажите, пожалуйста, я из Белоярской атомной электростанции, ведущий инженер управления ГОТОН. Скажите, пожалуйста, какое влияние оказали вы на свою семью, на детей, на внуков? Пошел ли кто-то из ваших родных по вашим стопам? Кто заинтересовался данным отраслью? Спасибо. Да, это то, о чем я говорил, собственно, когда я приехал в США, и когда случилась там данная катастрофа на S3 Mile Island. И вот тогда я вынужден, будучи представителем дипломатического корпуса, единственным человеком, кто понимал технологии, платные технологии, я пытался просто перевести на нормальный язык и донести до людей мысль о важности данного инцидента. И вот, как я уже говорил, я переехал туда с моей женой, с моими двумя сыновьями, которым было 9 и 11 лет. И когда мы переехали в США, моя жена, она, собственно, до этого была преподавателем, учителем математики. И она сказала, о, я пойду в один из колледжей Соединенных Штатов для того, чтобы изучать американскую историю. И сын, которому было 11 лет, сказал, о, а я пойду на хоккей и шайбой. И, в принципе, этот диалог как раз мы вели перед тем, как переезжать туда. Это обсуждение было условий. И тогда я сказал, хорошо, ты можешь заниматься хоккеем, ты история США. Все были согласны. Но самое важное, пожалуйста, вовлекайте ваших членов семьи ваше карьерное продвижение, ваше карьерное объединение. Это действительно важно. Такое вопрос. Как вы считаете, актуально ли сейчас замыкание ядерно-токомного цикла и позволит ли это снизить количество реактивных отходов? Повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. Как вы считаете, актуально ли сейчас замыкание ядерно-токомного цикла и позволит ли это снизить количество реактивных отходов? Спасибо. Да, конечно же, я считаю, что замыкание ядерного цикла – это действительно важный момент. И вам, и точнее, в дальнейшем уже нужно и следует использовать отработанное ядерное топливо, то есть ядерные отходы для эксплуатации АЭС. Но на самом деле, когда я разговаривал с журналистами, с политиками, они единственное, о чем разговаривают, это о сегодняшнем поколении реакторов на легкой воде, то есть ВВМ. И, конечно же, нам необходимо посвящать их касательно новых трендов и направления развития нашей отрасли, поэтому нам нужно поносить до них идеи новых тенденций. И, кстати, вот, возвращаясь к вопросу о моих сыновьях, собственно, им с по 40 лет сейчас примерно. None of them is in your particularity. One is a business panel, the other one is in teaching. There are other areas in your particularity. Ну, вот такие вот дела. Спасибо. Добрый день, мой зовут Ромри Шустов. Громче, пожалуйста. Да? Громче. Я работаю в Нур-Саду, мой зовут Ромри Шустов. Вы говорите, что нуклеарные технологии очень молодые, но после 60 лет, немцы сказали, что теперь мы остановим и обновим все нуклеарные реакции. What can you say about the energy of the future of energy in this country? Вопрос заключался в следующем, а именно 60 лет с момента создания первого реактора, даже не с момента создания, а именно с начала генерации электроэнергии с помощью ядерных технологий. И вот в Германии принято решение, давайте, пожалуйста, остановимся АЭС. Поэтому вопрос, какого будущего отрасли? В чем будущее энергетики? На самом деле, самый точный ответ, я не знаю. Но вы на самом деле просто меня так не отпустите, да? Я расскажу вам следующее, что я думаю на этот счет. Я работал с федерацией промышленности Швеции. И там я как раз понял, о чем, собственно, политика, в чем она заключается. Я объясню подоплеку принятия решения в Германии. А именно Ангела Меркель, бундесканцлер Германии, она приняла это решение. И с точки зрения политики, политической, это решение было продуманным, иррациональным. Но вы понимаете, жизненный цикл политика, это срок от одних выборов до других выборов. И я говорю это без такой либо оценки, я просто предоставляю вам факты. Потому что в Германии существуют другие проблемы, на которых она могла сконцентрироваться. Экономического толка, к примеру. Так что я полагаю, сейчас в Германии была произведена оценка ситуации. И скорее всего, точнее существует определенная вероятность, что политика в этой стране, в атомной отрасли, будет пересмотрена. Потому что был проведен анализ ископаемых источников энергии. Они провели расчеты и анализы импортируемой энергии, которую они вынуждены взамен импортировать. И сейчас, возможно, это случится не в данный момент, но через несколько лет. Но важная вещь, в моем мнении, это, что мы имеем индустрию, они имеют политику. У них разные соединения и другие конкуренты. И мы должны попробовать понять, что их думает, чтобы создать диалог. Но вы понимаете, политики мыслят другими горизонтами и категориями. Срок, период между выборами, от выборов до выборов. Отрасль же, она живет мерзко, это другими переменами и другими критериями. То есть там горизонт намного больше. Поэтому нам нужно понять друг друга. Но по сути, вот все, что я сказал, нужно перевести на русский, как «я не знаю». Доктор Ларсен, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу космической энергетики ядерной. Да, и есть ли дальнейшее развитие, перспектива в этом направлении. Спасибо. На самом деле, самый лучший ответ тоже. Я не знаю. Я скажу так. Когда я работал в должности инженера, тогда уже велись дискуссии, обсуждения по поводу того, возможно, стоит перенести генерацию атомной энергии и электроэнергии в космос. Я полагаю, что проблема заключается в том, что у нас нет релевантового, соответствующего опыта в этом направлении. И данная тема и направление работы, оно не является мега актуальным. Но вы понимаете, своими словами я не говорю, что этим путем не следует идти. Это направление работы, делянка для работы, для молодых ученых. Поэтому, возможно... Если представить, что вы генеральный менеджер Антарктиды... Если представить, что вы генеральный менеджер Антарктиды купили решение на построить атомную станцию, то эти три причины, почему вы доверите этого с атомом, и три причины, почему вы это не доверите его с атомом. Ваше личное мнение очень важное. Спасибо. На самом деле, идея вообще очень интересная. Есть один шведский инженер и ученый, который рассматривал возможность именно реализации такого рода проекта. Строительство в условиях вечной мерзлоты, где действительно в очень холодных условиях, атомной электростанции, в частности, на севере Канады. И, конечно же, там есть определенные технологические идеи и причины, почему этот проект должен реализовываться именно в условиях повышенного холода, потому что там будет использоваться охлаждение реактора с помощью свинца, свинцового стержня. Я думаю, что идея очень хорошая, чтобы использовать эти промышленные районы, которые также разработали новые реакторные технологии. Очень хорошая идея. И, на самом деле, очень хорошая идея реализовывать проект в условиях личной мерзлоты или в отдаленных каких-то регионах. Я не вижу никаких причин, чтобы блокировать доступ Росатом к этому проекту, или, наоборот, благоволить Росатому. Возможно, и шведская компания может сделать. А еще лучше, пусть это будет СП. Шведы и Росатом. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Баринов, город Сау. Вы упомянули много технологий, которые должны были быть введены, но по каким причинам не введены для улучшения безопасности и так далее. Какие конкретные технологии на ваш счет приоритетны в этом отношении? Почему именно они почему до сих пор их не внедрили? Спасибо. Если я буду отвечать на этот вопрос, то мой ответ будет несколько нечестным, потому что я не изучал, не прорабатывал этот вопрос вот именно в деталях. У меня, вот если бы я был молодым инженером, молодым ученым, то меня бы интересовали два вида реактора. Один – это реактор типа бегущей волны, или работающий по принципу бегущей волны. Это потому что я очень интересен в реакторной физике. Так что это очень интересен в реакторной физике, который я имею в виду. Вопрос даже не в самой технологии этого реактора, а в том, что я, будучи инженером и ученым, который занимается физикой реактора, мне это интересно работать именно в этом направлении. И другой реактор, который привлек мое внимание, это реактор, который по-английски называется Integrated Force Reactor. То есть реактор – интегрированная сила, если это ословно переводить. В основе его принципа разработки лежал реактор EBR2, который был разработан в США. И принцип работы данного реактора такой, что данный реактор использует определенное топливо, а вместо него закачивается в технологические контуры другой такой специализированный материал. В частности, данный тип реактор был разработан корпорацией General Electric в США. Другое направление работы и совершенствования, в частности, размер реактора, а именно не сама технология, а компактность реактора. Вот, что является для меня, допустим, интересным направлением продвижения отрасли. Спасибо. Добрый день, это Уфеча Вильгена, Ленинградская отрасльная станция. Основная тема форума – ценности. И на каких ценностях вообще строятся ядерные атомные отрасли в Швеции? И насколько Вы считаете, это серьезная тема для отрасли? Очень хорошая вопрос. Я бы хотел сказать, что в моей генератории мы не говорили о цене, как я сказал. Мы должны должны сделать это. Это был один из причин, почему я думаю, что мы потеряли критическую силу науклеарной силы. Мы думали, что мы просто использовали наукле. Я не знал, что мы не должны это взять больше на счет. И, на самом деле, хотелось бы отметить, что этот вопрос хороший. Как я уже говорил во время моего доклада, а именно мы в свое время, моего поколения инженеров и ученых, мы недооценили ситуацию в атомной отрасли, и мы слишком доверяли атомной технологии, ядерной энергетике. А нам нужно было быть более критичными. Я полагаю, что мы слишком много думали о технологии, о совершенстве технологий, но слишком мало думали об обществе, о людях. И поэтому, когда я сюда пришел, я увидел тему ценности, тему данного форума. Меня это обрадовало. Не совершайте ту ошибку, которую сделал мое поколение. Технологии, технологии. Думайте о ценности, о людях. И что касается положения дел в Швеции, конечно же, оно отличается от положения дел в России, и в другой стране я могу лишь сказать следующее, что мы слишком с оптимизмом смотрели в будущее атомной энергетики, и мы были слишком наимны. Если я вернусь к Три-Майл-Айленд, это то, что я очень много думал, я думаю, что ошибка, мы были так счастливы, что ничего не случилось. И возвращаясь к катастрофе на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 году, я полагаю, большой ошибкой было то, что мы посмотрели катастрофу, но так ничего, что-то и не случилось. Мы должны были, мы инженеры должны были сказать, да, давайте к чертежной доске, давайте быстро пересмотрим чертежные конструктивы. Нам нужно инженерам найти способы предотвратить повторение такого рода инцидентов. В Швеции, в частности, ситуация такова, что появились политики, которые говорят, ядерные технологии, это технологии, которые, в принципе, нам нельзя использовать. Если бы уже с нашей стороны мы были более умными, мы могли бы просто разразить, нет, это не то, что на данную технологию требуется наложить запрет, а ее нужно развивать. Вот именно на этой платформе можно было найти консенсус с политиками, вместо того, чтобы просто запретить. И большое спасибо за то, что дали возможность выговориться в этом и признаться вам. Продолжение этого вопроса, я поступила много, у нас здесь уже достаточно вопросов на карточек. Мы, в любом случае, все не успеем сегодня задать, но организуем процесс, как можно получить ответы на эти вопросы. В продолжение, могли бы ли вы выделить три самые важные ценности в вашей жизни? Да, я попробую. Вы должны спросить мою жену, если это мне. Да, я понимаю, но вам лучше же, думаю, спросить на этот счет, а не меня. Но вы понимаете, что сейчас я уже человек возрасте, и, соответственно, ценности у меня, взгляд на ценности, он изменился, по сравнению с тем, какой взгляд у меня был на ценности какое-то время назад. Но если бы я вернулся назад и глядел бы в будущее, я выделил бы следующие ценности. Прежде всего, во главе угла стоит любопытство, любознательность. Понимаете, я человек возрасте, но, тем не менее, любопытство меня до сих пор не оставляет. И это хорошо, это отлично. Вторая ценность, как я полагаю, именно серьезная вера в возможность развивать ту или иную технологию. И третья ценность, которая мне видится сквозь призму моих лет важной, это честность. Это была моя перспектива, когда ты был, когда я был в вашем. В последние годах, вот таким человеком в возрасте, вот мои ценности. Но когда я был в вашем возрасте, то такие ценности мне не приходили на муху. Спасибо. У нас осталось пять минут времени, я предлагаю фокусироваться на последних двух вопросах. Там коллеги у нас уже давно тянули руку. Это предпоследний вопрос. И последний вопрос вот там тоже, коллеги. Остальные вопросы, если есть желание, можете записывать на карточки. Мы передадим господину Ларсену и организуем получение для вас ответа на этих вопросах. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, Андрей Мазохин, компания Россети. Ближе микрофон и громче. Добрый день, Андрей Мазохин, компания Россети. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Ларса Ларсена за столь исчерпывающий автобиографический рассказ. Вы занимались, рассказали о многих ганерах своей работой. Я так понимаю, что это серьезная отрасль. Были комичные моменты в вашей работе, когда вы смеялись от души. Спасибо. Я работал, поехал туда, поехал сюда. Какой нас смысл послужится? Например, для взрывного успеха, каждый раз встает. Если вы платите. Да, 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 да. Конечно. Да, спасибо, Андрей. Конечно, конечно. Конечно, первое, что мне приходилось в голове, было и-мейл до конца апреля. И что касается эмоций, просто хотелось бы сказать, что я испытал действительно серьезные эмоции в апреле этого года. Когда получил электронное письмо с уведомлением о том, что мне присуждена премия «Глобальная энергия» 2014 года, вы не поверите. Тогда я действительно испытывал прилив счастья. Это ощущение с удовольствием и ощущение, что ты делал что-то очень интересное. Это больше ощущение в твоем сердце, чем просто прыгать в счастье с лапами. Чувство удовлетворения того, чем ты занимаешься, что ты делаешь, что тебе твоя работа нравится, оно сопровождало меня постоянно. И, конечно же, на самом деле мне доставляет также удовольствие показать моего наставничьим фотографию моего профессора Сёстранда, в частности, в рамках данной презентации. Вот эта гордость за моих учителей, это действительно доставляет мне радость. Мне доставляет радость именно достижение каких-то новых вершин, стремление к новым знаниям, развития. И это уже само по себе является удовлетворяющим моментом. Я надеюсь, коллеги смогут поддерживать нашу статью. Последний вопрос, друзья. Я хочу спросить, Плаковская атомная электростанция. У нас вчера весь день был посвящен ценности безопасности, а у вас, как вы сказали, огромный международный опыт. Поэтому вопрос следующий. В какой странах вы видели наиболее серьезное отношение к безопасности в атомной энергетике? И можете ли вы выделить какую-то атомную электростанцию, где бы вы столкнулись с максимальным уровнем безопасности? С Блаковской. На месте. Ответ на ваш вопрос опять-таки. Я не знаю. Но все-таки я хотел бы целософски ответить на ваш вопрос. Понимаете, во всех странах есть свои минусы и плюсы, сильные и слабые стороны. Вы понимаете, ни одна страна не может сказать, да, мы самые лучшие. Потому что есть какие-то отрицательные и положительные аспекты в любой стране. И в частности, после аварии на Чернобыльской АЭС, в принципе, было учреждено общество ядерной безопасности, в рамках которого ввели свою работу различные организации атомной отрасли. И в рамках данного общества встречаются специалисты, представляющие различные страны, которые приезжают на данные конференции или заседания, и они сравнивают те методы и те системы безопасности, которые используются в той или иной стране, с системами и методами своих коллег из других стран, для того, чтобы понять, где они находятся в отрасли на международном уровне. И вы понимаете, что если авария случается где-то в одном месте, то на самом деле этот опыт нужно изучить и перенять во всемировом масштабе. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу аварии на Фукушиме. Я читал отчет японского ученого, который был подготовлен им специально для парламента Японии. И это расследование, этот отчет был довольно честным, довольно открытым, в котором просто черным по белым было написано. Ребята, в этой аварии виноваты мы сами. Сделано в Японии. Я, конечно же, уважаю японскую культуру в частности подход к работе. Просто, по сути, в этом отчете было сказано следующее. А именно современная культура и подход к ядерной безопасности сталкивается с определенными проблемами, с современным подходом европейской ядерной безопасности. То есть европейский подход к ядерной безопасности, японский подход к ядерной безопасности. Есть определенные мистерковки. В принципе, мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать. Понимаете, у японцев есть такой термин именно «постоянного непрерывного совершенства». «Непрерывное совершенствование». И он подразумевает следующее, что если что-то нуждается в совершенствовании, то тот человек, который сделал это совершенствование, он был недостаточно хорошим. То есть, что бы он ни сделал, он все равно плохим. Итак, когда мы занимались в Существом культуре инженерных союзов, мы пригласили у японских союзов, и мы провели дискуссию не о том, что происходит в Японии, что происходит в Существом культуре инженерных союзов? И когда мы пригласили наших японских коллег в Швецию, то мы обсуждали не то, что произошло в Японии, а мы обсуждали как раз различия на культурном уровне, в частности, на уровне культуры ядерной безопасности в Швеции и в Японии. И я думаю, что мы нашли это, потому что мы очень хороши в делегировании, но очень плохи в следовании. Мы, в Швеции, на самом деле очень хорошо работаем в сфере делегирования полномочий каких-либо, но мы очень плохо работаем над устранением или над наблюдением работ по устранению тех или иных неполадок или недостатков. Три года назад был пожар, где надо было протестировать давление оболочкой реактора. И все сотрудники, участвующие в этой работе, получили четкое указание. Проверьте, чтобы никого и ничего не было в контейнменте, когда мы будем делать опрессовку. Все получили этот приказ, все начали выполнять свою работу, но никого не было ни одного человека, который проконтролировал результат их работы, то есть что они в конечном итоге сделали. То есть все поняли, ага, и все сделали свою работу. Какого-то конечного контроля? Ребят, видели кого-то или что-то? И там не было. Не было. В результате, по сути, у нас случился пожар. И в качестве итога этого пожара мы потеряли один год производства производства. производственного времени на нашей АЭС. И по моему опыту в каждой культуре необходимо искать свою специфику и сравнивать ее на предмет соответствия текущим общемировым стандартам в сфере ядерной безопасности. Извините, долгий ответ, но сложный вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большоеeringу David Wrightº of the Building. Продолжение следует...